В конце февраля состоялась 25-я Международная Иерусалимская книжная ярмарка. Эта биеннале, которая проходит в Израиле 1963 года, всегда обещает массу информации, впечатлений и просто удовольствия. Ярмарка – это место встречи единомышленников, книжников, издателей, читателей, писателей, людей, очень заинтересованных и нуждающихся друг в друге. Центральное событие ярмарки состоялось во время торжественного открытия с участием президента Шимона Переса и министра культуры Лемор Левна. Мэр Иерусалима Нир Баркат вручил британскому писателю Ээну Макьюину литературную премию Иерусалима. Она присуждается писателям, отстаивающим принципы свободы личности в обществе. Четверо из обладателей Иерусалимской премии впоследствии стали Нобелевскими лауреатами по литературе. Иэн Макьюин, автор 11 романов «Лауреат Букера», приехал в Израиль вопреки призыву своих пропалестинских коллег бойкотировать и ярмарку, и премию. Приняв награду, лауреат в ответной речи, тем не менее, осудил Израиль за блокаду Газы, за поселения и за нигилизм, которым уравнял Израиль с Хамасом и террористами-смертниками. Потом Макьюин все же поблагодарил за премию и оценил драгоценные традиции израильской демократии. И вот с этим как раз трудно спорить. В левую сторону израильская демократия воистину беспредельна. В том числе и этот феномен, фанатичную левизну израильской элиты и СМИ, исследует известный журналист и публицист Нелли Гутина в своей новой книге «Israel goes Russian» или «Израильтяне сделано в СССР». Вернее, автор пытается объяснить, почему изрусы, русскоязычные израильтяне, этой детской болезнью левизны в сионизме как раз и не страдают. Ну, во-первых, мы очень разные, и приехали в Израиль в разное время, у нас у всех здесь разный опыт. Вы в вашей книге рассказываете абсолютно обо всех? Я рассказываю о влиянии, которое мы оказали на эту страну. Как мы построили эту страну, новый Израиль, и себя в нем. Книга о нас хорошо написана, кстати, на изруском языке. Изрусы книги Гутины – это коллективная личность, созданная из горючей смеси израильтянина и совка. Началось это с идеи объяснить русских, потому что важно тоже объяснить русских, не только русских. В общем-то, книга на самом деле об Израиле, об израильтянах. Но Израиль сегодня включает русское племя, и его много, его 20%. Вот как сказал Билл Клинтон Анас, которого я вот здесь процитировала, это другой Израиль. Нужно объяснять, это новый Израиль, тоже за границей, которого они знают. Не отягощенной неакадемической выверенностью, не пресловутой политкорректностью, книги Гутины обещают скандальную репутацию. Вот то, что она пишет, это всегда что-то неожиданное, это всегда острый угол, это всегда какое-то другое видение настоящего. Она никогда не боится сказать то, что не популярно на данный момент. Мы очень верим в эту книгу, поэтому посвятили этой книге отдельный стенд. Как сказал предисловие писатель Воронель, кого-то она взбесит, кому-то польстит, но проигнорировать ее нельзя. Так что книга обречена на долговременное цитирование. Но в любом случае, вряд ли ее автор станет лауреатом официальной израильской премии. Самым знаменитым гостем Иерусалимского книжного биеннале был легендарный итальянец Умберто Эко. Ученый и писатель, автор имени Розы и Маятника Фуко, приехал представить свою новую книгу «Пражское кладбище». В ней профессор исследует историю французского антисемитизма. По мнению Эко, антисемитский памфлет протокола сионских мудрецов навеян романами Эжена Сю и Дюма. Увлечение писателя еврейской культурой очевидно. По его признанию, у него таламудический ум, и одно время он даже подозревал в себе еврейские корни. Журналисты, естественно, задавали вопросы о политике. Бойкот Израиля, к которому призывают левые, как и любой бойкот, Умберто Эко назвал безумием и бессмыслицей, поскольку обычные люди невиновны в действиях политиков. Иерусалим, по убеждению писателя, священный город, принадлежащий всем. Но все же в истории евреев он сыграл особую роль. Не стал гостья ярмарки осуждать, впрочем, как и хвалить, политику израильского правительства, поскольку, отшутился Эко, своему родному итальянскому, у него намного больше претензий. Удивительно обаятельный и живой, один из самых значительных современных писателей с удовольствием раздавал автографы. Конечно, подпись – это лишь закорючка, пачкающая книгу, но читатель для писателя – это главное. Для себя, убежденным Берта Эко, пишут только список покупок. Национальный стенд России на Иерусалимской книжной ярмарке традиционно один из самых больших. Его сопровождала фотовыставка издания «Русский репортер». Встретиться с израильскими читателями приехали Игорь Иртеньев, Людмила Улицкая. Стихи на разных площадках читали Олеса Николаева, Максима Мелин. В литературном кафе прошла интересная встреча с русским писателем Виктором Ерофеевым, автором и ведущим популярной телепрограммы «Апокриф». Из-за организации в 79-м году Самиздатовского альмонаха «Метрополь» книги Ерофеева стали печатать только в 90-е годы. И сейчас посетовал Ерофеев, путинской и прохановской России не самые лучшие времена для честных и умных людей. Но, возможно, для писателя это и к лучшему. В России даже легче быть писателю-диссидентом, чем писателю-конформистом, потому что у нее всегда есть тема для разоблачения. Хотя немало книг на русском печатается и в Израиле, литературной «Метрополией» для русскоязычных израильтян по-прежнему остается Россия. Книги известных израильских авторов Гины Рубиной, Игоря Губермана тоже печатаются в основном в московских издательствах. Лучшие российские новинки на полках магазинов долго не пылятся. Из Руссы еще не разучились читать и даже покупать книги. У нас сегодня почти 200 магазинов по всей стране. И больше половины из этих магазинов имеет еще и русский отдел. И Хескель Стымацкий, основатель фирмы, был одно время секретарем Жаботинского и кончал Минский университет. То есть его образование было на русском языке. И в доме были книги на всех языках, в том числе и на русском. Так что ностальгия тут, конечно, сыграла тоже свою роль. И, безусловно, деловой подход. И когда приехал миллион русскоговорящих потенциальных покупателей, мы воспользовались этой возможностью. И мы удачно это делаем уже 20 лет. Несмотря на бойкот многих зарубежных издательств, «Ярусалимская книжная ярмарка» была разнообразной и успешной. Будем ждать следующую через два года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова